Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов рекомендовало потребителям покупать для пасхального стола продукты только в имеющих разрешение, местах и торговых точках. «Покупайте свежее мясо только в официально разрешенных местах – мясных лавках, продуктовых магазинах и т.д. Обращайте внимание на качество продукта», – призвали специалисты ANSA. Так мясо ягненка должно поступать из имеющих санитарно-ветеринарные разрешения подразделений и доставляться в торговые точки, которые будут продавать его непосредственно конечным потребителям. Рекомендуемый срок хранения мяса ягненка – 72 часа – 3 дня. При этом его следует хранить при контролируемой температуре плюс 2, плюс 4 градуса по Цельсию. Мясо ягненка, хранящееся в ненадлежащих условиях, может привести к пищевому отравлению. При покупке яиц нужно обращать внимание на их внешний вид. Скорлупа должна быть чистой, целой и без пятен. Яйца должны быть промаркированы кодом производителя и поступать из авторизованных упаковочных центров. Дата, указанная на яйце – срок годности, который не может превышать 28 дней со дня снесения яйца. Для окрашивания яиц потребителям рекомендуется покупать краску, предназначенную для пищевой промышленности, надлежащим образом упакованную, промаркированную, которая не представляет опасности для здоровья. Также традиционные продукты пасхального стола – выпечка, куличи, хлебобулочные изделия – должны быть упакованы производителем в соответствующую упаковку. Потребители должны внимательно прочитать этикетку продукта, чтобы узнать о его составе, проверить целостность упаковки, осмотреть продукт, проверив его качество – по цвету, запаху, внешнему виду и т.д. О выявленных нарушениях можно сообщить в Территориальное управление безопасности пищевых продуктов. Сезонные овощи следует покупать в местах специально организованных и согласованных с местной администрацией. Специалисты Ансы призывают избегать несанкционированные уличные торговли, которые способствуют возникновению пищевых отравлений и ставят под угрозу здоровье потребителей и даже их жизнь. Тем более, что риск увеличивается в контексте пандемии, вызванной COVID-19.